Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Если хочешь быть здоров, прививайся. В ожидании омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 зареченцев призывают вакцинироваться. Я сегодня сделал ревакцинацию спутником ВИИ, то есть опять двухкомпонентным, потому что по заключениям специалистов именно спутник ВИИ наиболее эффективное средство защиты организма на сегодняшний день от всех штаммов, в том числе и от омикрона. Вандалы на тропе войны. В Центральном парке культуры и отдыха уничтожены новогодние украшения. Вечером, например, были сломаны наши вот эти снеговики, полностью погнуты. Теперь их придется демонтировать. Стоп! Контроль! В ходе очередного профилактического рейда госавтоинспекторы выявили около десятка нарушений со стороны автоперевозчиков. В основном обращается, то есть такое невнимание в данную операцию, это техническая неисправность автобуса, то есть чтобы в пути не произошла какая-то поломка. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма. Вариант коронавируса омикрон накроет Россию. Уровень заболеваемости будет очень высоким, поэтому говорить о легкости данного варианта не нужно, заявил замглавы Центра Гамалеи Денис Лагунов в эфире Ютьюб-канала Соловьев Лайф. Уровень и наклон заболеваемости на штамме омикрон, он абсолютно беспрецедентный. У нас может быть снижено на 60-70% летальности количество госпитализированных, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он все это перекроет с запасом. Поэтому в настоящее время говорить о легкости штамма омикрон и радоваться не нужно, подчеркнул Лагунов. В Заречном уже начал готовиться к очередной волне коронавируса. В городе активизирована прививочная кампания, пополнены запасы вакцины. На данный момент доступны три вида препаратов, но наиболее эффективным от нового штамма считается двухкомпонентный спутник ВИ. Тысячи зареченцев уже прошли ревакцинацию. Очередной антиковидный укол сделал и глава Заречного. В Заречном пока не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса. Но сомнений в том, что омикрон доберется до нашего города, у медиков уже нет. В пятую волну мы ждем омикрон-вирус, который уже начался по миру идти. В России пока единичный случай зарегистрирован, но тем не менее, раз они появились, значит, они и дальше будут у нас эти случаи прогрессировать, нарастать, увеличится количество заболевших. Этот вирус характеризуется очень высокой контагиозностью. Специалисты называют омикрон-штамм самым заразным из всех известных вариантов вируса COVID-19. Поэтому очень важно заранее позаботиться о своей защите от него. Самое простое и действенное средство – вовремя сделать прививку или пройти ревакцинацию. Вакцинация – это то средство, что помогает нам избежать заболеваний коронавирусной инфекцией или если все-таки человек заболеет, это дает возможность перенести ее более легко. А сейчас, когда начинает в мире уже распространяться омикрон, это новый штамм коронавируса, который, говорят, что более опасен. И вот я сегодня сделал ревакцинацию спутником ВИИ, то есть опять двухкомпонентным, потому что по заключениям специалистов, именно спутник ВИИ – наиболее эффективное средство защиты организма на сегодняшний день от всех штаммов, в том числе и от омикрона. По словам начальника медико-санитарной части номер 59, прививку от коронавируса сделали уже около 30 тысяч зареченцев. Андрей Капустин отметил, что по статистике вакцина помогает защитить организм человека от тяжелых последствий COVID-19. Да, мы говорим о том, что вакцинация от COVID-19 не гарантирует того, что человек не заболеет, но это на 100% гарантирует того, что заболевание будет протекать легко, как минимум, и опять же, как максимум, человек точно не умрет. Если в первую, вторую волну, когда не было вакцинированных, то у всех 100% были какие-то пусть минимальные изменения в легких, то вот уже у вакцинированных пациентов, я процент не могу сказать, но примерно, я думаю, что это 50-60% из КТС, которые мы проводили, изменений в легких не обнаружилось никаких, даже самых минимальных. В настоящее время медико-санитарная часть номер 59 располагает достаточным количеством доз вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы привить всех желающих. Зареченцам доступны три вида препаратов – «Спутник Ви», «Спутник Лайт» и «Ковивак». Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный». Ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набаров в эфире телеканала Sky News. «Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу», цитирует специалист РИА Новости. Спецпосланник ВОЗ также предупредил, что мир ждет еще несколько волн COVID-19. При этом отмечается, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4%. Тяжелых случаев – единицы. Подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые. РИА Новости напоминает, что в конце сентября во Всемирной организации здравоохранения заявляли о связи смертности от Царсков-2 с отказом от профилактической иммунизации. Также РИА Новости сообщает, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России 305 случаев заражения штаммом коронавируса омикрон в 13 регионах. Она также добавила, что неблагоприятный вариант прогноза ситуации с ковидом в России не исключает, что число новых случаев в сутки может достичь шестизначных чисел. В свою очередь глава Минздрава страны Михаил Мурашко сообщил, несмотря на заявление, что омикрон дает не столь тяжелое течение болезни, надо констатировать, что это не так. Министр добавил, что большинство среди госпитализированных составляют непривитые пациенты, особенно в старшей возрастной группе. Ну а между тем в России выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время превысило 10 680 000, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Выздоровели за сутки более 25 000 человек. 783 пациента с коронавирусом скончались. С начала пандемии вылечились более 9 730 000 россиян. Жертвами заболевания стали 317 687 человек. В Пензенской области суточный прирост составил 163 инфицированных. С начала пандемии выявлено свыше 103 800 случаев заражения COVID-19. Выписано по выздоровлению более 90 500 жителей региона. 4 733 пациента спасти не удалось. За минувшие сутки заболевание унесло жизни 6 человек. Подробнее о заболеваемости коронавирусом в Заречном прогнозах по дальнейшему развитию ситуации и влиянии профилактических прививок на тяжесть течения заболевания и смертность от COVID-19 мы поговорим с начальником отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБА России Марии Лукьяновой. Интервью в студии после рекламы. А пока к другим новостям. Около десятка протоколов в административных правонарушениях составили сотрудники городского отделения госавтоинспекции в отношении водителей автобусов и маршрутных такси. Среди них за нарушение правил пользования световыми приборами и звуковыми сигналами, управление транспортным средством с техническими неисправностями, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, а также за непристегнутый ремень безопасности. Подробнее об оперативно-профилактическом мероприятии «Автоперевозчик» расскажет Наталья Елистратова. Сотрудник госавтоинспекции с помощью специального прибора проводит измерения токсичности отработавших газов. Дорожные полицейские выявляют водителей, которые управляют общественным транспортом с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Домомер – это определяет загазованность при выхлопе транспортного средства. Данный прибор выходит определенные параметры, то есть допустимы и недопустимы. Если недопустимы параметры, на водителя составляется протокол, а также в дальнейшем должностное лицо, которое выпустил транспортное средство на линию. Оценку состояния выхлопной системы маршрутных такси и автобусов провели в рамках профилактического рейда «Автоперевозчик». Помимо технической исправности рейсового транспорта, сотрудники ГИБДД проверяли путевую документацию, которая должна быть у всех водителей, осуществляющих общественные перевозки. Также проверка тахографов – это работа, то есть режим труда и отдыха водителя. В основном обращается такое внимание в данную операцию, это техническая неисправность автобуса, то есть чтобы в пути не произошла какая-то поломка, которая повлияла бы на безопасную перевозку пассажиров. Цель профилактического мероприятия «Автоперевозчик» – выявление нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта и предотвращение ДТП. Такие проверки сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Во время очередного рейда дорожные инспекторы составили 8 административных протоколов. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». В преддверии Старого Нового Года Центральный парк культуры и отдыха лишился части праздничного убранства. Неустановленные пока лица сломали светящиеся фигуры снеговиков, украшавшие парковую площадь. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, так что есть вероятность поимки вандалов. Однако праздничное настроение было подпорчено. С подробностями Елена Степкина. Яркие снеговики, установленные в Центральном парке культуры и отдыха «Заречья», все новогодние праздники радовали горожан. Это место стало своеобразной фотозоной. Предполагалось, что фигуры простоят в парке до конца февраля. Но вандалы нарушили эти планы. Вечером, например, были сломаны наши вот эти снеговики, полностью погнуты. Теперь их придется демонтировать. Это вложение опять дополнительных денежных ресурсов. Учреждение было вынуждено написать заявление по данному факту хулиганства. И полиция сегодня присутствовала, сняла видеозаписи. На видеозаписях хорошо видны лица, так называемых злоумышленников. Полиция будет работать, результат сообщит. Фигуры для украшения парка были закуплены в конце 2020 года. К этому сезону их привели в порядок и украсили новой гирляндой. Теперь ленту с яркими огнями придется закупать вновь. Она повреждена, как и все фигуры. Мы сейчас их демонтируем. Мы создадим опять нужные контуры. Заменим, конечно же, гирлянды. И я думаю, что жители города опять могут радоваться этим прекрасными снеговиками. На восстановление новогоднего украшения сотрудникам Центра здоровья и досуга понадобится около 10 дней. Планируется, что к концу следующей недели снеговики снова будут радовать яркими огнями всех зареченцев, гуляющих в городском парке. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Танцующая школа возвращается. После двухлетнего перерыва в «Заречном» вновь пройдет творческий фестиваль учащихся общеобразовательных организаций. За право называться самыми танцующими школьниками будут бороться представители трех возрастных категорий. Оценивать выступления будут независимые эксперты. Правда, в этом году ребята не услышат аплодисментов зрительного зала. Фестиваль запланирован в дистанционном формате. Тем не менее, праздник танца состоится. О все подробности расскажет Ксения Тризна. Польку, полонез, вальс или народные танцы предлагают исполнить ученикам общеобразовательных учреждений организаторы конкурса «Танцующая школа». Он пройдет в нашем городе впервые после двухлетнего перерыва. Из-за пандемии коронавирусной инфекции формат танцевального марафона решили изменить. В этом году конкурс пройдет в дистанционном режиме. Каждый танцевальный коллектив снимает видеоролик своего танца и присылает в оргкомитет. И уже конкурсные жюри отсматривают, выбирают лучшие танцы. И по трем возрастным группам выбирается лучший танцующий школа, который будет участвовать уже в зональном этапе. Таким образом, каждая школа представит три номера от учеников начальных, средних и старших классов. Проект «Танцующая школа» реализуется в Заречном с 2009 года. Он выполняет несколько задач. Репетируя танцы, дети учатся продуктивно взаимодействовать друг с другом, развивают координацию движений, знакомятся с культурой разных стран, изучают этикет. Номера школьников отсматривает и оценивает жюри конкурса. Участникам необходимо соблюсти несколько критериев. Один из них – массовость. Не менее десяти пар должно быть в коллективе. Это исполнительское мастерство, это сценическая культура и наличие рекламно-информационных материалов. Последнее означает, что конкурсантам нужно будет опубликовать ролики с выступлениями в социальных сетях. Сейчас ребята репетируют танцы и готовят видеоматериал. Заявки от претендентов на звание самых танцующих школьников оргкомитет принимает до конца января. Коронавирус – эпидемиологическая обстановка в городе и прогнозы специалистов по развитию ситуации. Об этом сразу после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Лукьянова. Добрый вечер. Здравствуйте. Мария Валерьевна, встречаемся мы с вами впервые в 2022 году. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация по коронавирусной инфекции, по распространению коронавируса сейчас на территории Заречного за новогодние праздники? На сегодняшний день ситуация у нас достаточно спокойная. Еще всегда в выходные дни обращаемость снижается в связи с тем, что люди, которые не очень тяжелыми формами заболевают, они, как правило, если им не надо на работу идти, то они не обращаются. И поэтому всегда в праздничные дни у нас заболеваемость меньше. За 10 дней праздничных у нас было 19 человек зарегистрировано положительных с коронавирусной инфекцией. Ну и за сегодня уже, за вчерашний день, за начало рабочей недели у нас 6 человек уже положительных. То есть, конечно, будет немножко прирастать, когда люди пойдут, то им деваться некуда, даже легкие степени заболевания люди будут обращаться ко врачам, потому что нужен больничный и так далее. А сколько человек сейчас находится на амбулаторном лечении и в стационаре? 25 человек на амбулаторном лечении и 31 человек в стационаре находятся на сегодняшний день. Ну, то есть, загруженность небольшая, потому что не так много у нас заболевших регистрируется. Мария Валерьевна, вот цитирует РИА Новости сегодня интервью Дэвида Набаро, это спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, в эфире телеканала Sky News, он заявил, что ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев. И, по его словам, окончание пандемии уже в поле зрения, но мы его еще не достигли. Он предупредил, что мир ждет еще несколько волн COVID-19. Вот что на основании анализа ситуации в мире, в Пензенской области, в России, что можете сказать вы, как эпидемиолог, как представитель межрегионального управления? Ну да, эпидемиологи ФМБА прогнозируют то, что мы в скором времени, достаточно в скором нам говорят сроки 2-3 недели, ну может быть чуть больше, но все равно как бы не денемся никуда от следующего повышения заболеваемости, то есть там какая по счету она будет четвертая волна, пятая волна, в связи с тем, что в сопредельных странах ситуация неблагополучная, как все, наверное, уже знают, новый подвид коронавируса, так называемый омикрон, да, регистрируется. Ну и на основании того, что в празднике все-таки было движение населения, были выезды за границу, были выезды по территории Российской Федерации. Чуть попозже мы ждем повышения заболеваемости. Думаю, что так оно и будет. Мария Валерьевна, а что нужно делать? Вот сейчас, смотрите, получается, что ситуации, ну, наверное, за всю пандемию такой не было, как сейчас, да, всего 25 человек на амбулаторном лечении, 30 человек в инфекционном отделении, ну, казалось бы, все хорошо. То есть все, можно расслабиться? Я всегда задаю этот вопрос, да, все, можно расслабиться, да, то есть и вакцины ни к чему, и все остальные там средства защиты органов дыхания тоже ни к чему? Ну, нет, конечно, вот говорим уже о том, что течение инфекции волнообразное, и пока она весь, так скажем, горючий материал, да, не выбрала в популяции в нашем, среди нашего населения, то раз за разом, волна за волной, так мы будем с ней встречаться. Ну, как вы и процитировали, в общем-то, так не только этот... Всемирная организация. Господин, да, это мнение имеет, это общепринятое мнение, что, естественно, приятно нам, и сейчас работать приятно, больных мало, и работы поменьше стало, но, тем не менее, мы готовы к следующей волне. Вот, надеемся на то, что по информации, опять же, ВОЗ, что все-таки не такая летальность будет высокая у этого варианта вируса. Но будем смотреть уже и сами по своей статистике делать выводы, когда мы встретимся с ним. Ну, опять же, вот продолжая свой вопрос, то есть, все? Все закончилось? Вакцинироваться не нужно? Вакцинация продолжается у нас, вакцинация продолжается, причем продолжается сейчас и против гриппа в настоящее время, и против коронавирусной инфекции, потому что микс-инфекция нам тоже ни к чему, мы как бы стараемся защитить людей и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. Мария Валерьевна, вот сейчас ходит очень много таких слухов, как всегда, как всегда у нас на протяжении всей пандемии ходили слухи по поводу вреда вакцинации, ну, как бы с этим уже успокоились немножечко, остались, конечно, яранти-прививочники, но ходят слухи упорные, что от нового штамма коронавируса никакая вакцина вообще не защищает. Мы говорим сейчас не только о наших отечественных вакцинах, но и о зарубежных вакцинах, потому что и там те же самые слухи ходят, что не защищает от нового штамма вируса. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, по этому поводу, конечно, мы своих исследований не можем проводить, но по информации Министерства здравоохранения Российской Федерации, как минимум спутник защищает, эффективен против омикрона, будет в том числе, потому что основываясь на том, что тем не менее это коронавирус, то есть он имеет какое-то количество дополнительных мутаций по сравнению с предыдущей версией, но тем не менее основной генотип, он содержит коронавирус так же, как и первичный его вариант. Если говорить о вакцинации, то что у нас в Заречном сейчас с вакцинацией? Какие-то данные есть у вас? Примерно будем говорить, потому что все время цифра меняется, 23 600 у нас первично привитых на сегодняшний день и 20 600 человек, там 660 с чем-то привитых уже повторно, то есть полный комплекс вакцинации. Ну и там в районе нескольких тысяч ревакцинированных, то есть люди ревакцинируются и продолжается вакцинация. У нас считается сейчас с учетом переболевших, да, то есть мы считаем процент людей, имеющих иммунитет, иммунитет, естественный и плюс искусственный, да. Ну он подбирается там в районе 50% у нас на сегодняшний день, задача поставлена перед нами 80, но в сроках мы не ограничены, потому что процесс идет, он никуда не девается, поэтому мы работаем в этом направлении. И в общем-то, если сначала это было, конечно, люди были обескуражены, что-то новое, то сейчас мы не сталкиваемся с таким негативом, то есть нужно, люди идут, прививаются. Опять же о вакцинации. Вот смотрите, вы же наблюдаете все тяжелые случаи течения заболевания, легкие случаи течения заболевания, там, смертельные сходы. Что вы можете сказать по этому поводу? Изменилась ли как-то статистика по смертности, по тяжелому течению заболеваний среди вакцинированных и невакцинированных? Ну, статистика у нас предоставлена медсанчастью нашей, и очень хорошо видно, что заболевших мы считаем сами, потому что мы эту имеем информацию, да, где-то в районе 25% от всех заболевших вакцинированы, но если брать процент от вакцинированных, там не более 5% заболевает, то есть если мы берем вот эти 23 600, да, то не более 5% от этого общего количества вакцинированных людей заболело в итоге. Вот. И по информации медсанчасти, всего два человека у нас было умерших среди вакцинированных, то есть именно люди, которые умерли от ковида, имели прививку от ковида. Потому что люди, конечно, многие у нас, я вот тоже слышу там возмущение, что нет, это неправда, люди умирают, но они умирают по причинам своим, не связанным никак с ковид. То есть человек привился, он умер по своим внутренним каким-то причинам, да, не связанным с заболеванием ковид никак. Вот. Такие тоже случаи есть, они все расследуются, потому что по нормативным документам мы обязательно должны расследование проводить, как прививка повлияла или не повлиял, но вот именно два случая всего установленных, когда люди, которые вот привиты, и они умерли. То же самое можно говорить и о тяжелых формах, то есть мы судим по госпитализированным. Тоже по информации Капустина Андрея Николаевича, он говорит о том всегда, что единичные случаи вакцинированных попадают у нас в стационар. Хотя достаточное количество вакцинированных заболевших болеют на участках, да, то есть дома. Ну, из чего мы делаем вывод, что все-таки более легкие формы болеют те, кто привиты, болеют более легкими формами. Да, не исключены случаи тяжелого заболевания и случаи смерти, но они гораздо меньше, чем более легкие. Среди не вакцинированных. Да, чем среди не вакцинированных. И в завершение еще один вопрос. Все-таки вот сейчас в связи с тем, что низкая заболеваемость, в связи с тем, что новые штаммы вируса появляются, ну, опять же, как вы говорили, что прогнозируется некий подъем заболеваемости в любом случае, вакцинироваться или нет? Потому что, ну, вот, опять же, мы с вами либо развеиваем слухи, да, либо их подтверждаем, но в основном развеиваем. Существует такой, опять же, слух, что, ну, и что, ну, и что, а болеют-то легко омикроном. Зачем вакцинироваться? Я переболею, да и все. Смертность остается на сегодняшний день до тех пор, пока смертность не войдет в такое количество, в такое соотношение, как при обычном ОРВИ, да, нельзя отказываться от вакцинации, потому что смертность на сегодняшний день, по крайней мере, то есть омикрон у нас еще в будущем. То, что мы имеем на сегодня, это дельта, смертность в сотни раз больше, чем, например, от гриппа. Хотя от гриппа мы прививаем регулярно, да, и я по своим, вот, 23 года, как я уже говорю, работаю, да, я сужу, что за 23 года у нас намного меньше стало и заболеваемости тяжелыми формы, и вообще общее количество заболевших гриппом, и смертность от гриппа, вот, в связи с тем, что наращиваем количество привитых год от года. И здесь такая же точно должна быть ситуация. То есть, если вакцинация будет на должном уровне все время держаться, то и смертность, она рано или поздно пойдет на спад. Но на сегодняшний день, конечно, смертность превышает в разы, в десятки раз. Смертность от коронавирусной инфекции? Да, от коронавирусной инфекции. Тот уровень, который, в принципе, если бы, как говорят, это обычное УРВИ, если бы это было обычное УРВИ, то люди бы не умирают. Да, нет, конечно, потому что это очень печально. Люди, которые с этим не сталкиваются, им кажется же, что этого нет. А мы это наблюдаем каждый день, подсчеты эти все ведем. Ну вот я не сталкиваюсь именно с больными, да, я веду статистику, я их всех, так скажем, подсчитываю. И то мне печально. Ну, я уже не говорю о врачах, которые это видят, поэтому они всегда призывают о том, чтобы вакцинировались. Ну что ж, Мария Валерьевна, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Будем надеяться, что, ну да, нас не минует чаша сия. Коронавирус, он циркулирует, никуда мы от этого не денемся, но все-таки вакцинация пока еще до сих пор остается единственным надежным средством защиты от этого заболевания и тем более от смерти. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и берегите себя. До встречи на канале «Заречный» и берегите себя. Продолжение следует...